Эволюция, если кратко, это процесс, в ходе которого популяции меняются с течением времени. Популяция – это группа организмов внутри вида, которые живут в одном месте, а под видом подразумевает совокупность различных популяций со схожими основными характеристиками, особи которых способны давать полноценное потомство. Иногда происходит так много изменений, которые со временем накапливаются в популяции, что приводит к появлению совершенно нового вида, который отличается от исходного. Таким образом, этот процесс приводит к разнообразию живых существ в мире – биоразнообразию. Чарльз Дарвин произвёл революцию в мире биологии, когда на основе своих наблюдений описал естественный отбор как механизм, посредством которого происходит эволюция. Во-первых, он увидел, что в каждой популяции есть особи с особенностями, которые отличаются друг от друга. Во-вторых, он заметил, что некоторые особи выживают и размножаются, а другие нет. Наконец, он заметил, что у некоторых особей были черты, которые, казалось, давали больше шансов на выживание и воспроизводство, и он назвал это приспособленностью. Это заложило основу теории естественного отбора, который гласит, что индивиды с разными чертами имеют разные показатели выживаемости и воспроизводства. Таким образом, популяция медленно меняется с течением времени, отдавая предпочтение организмам с репродуктивными преимуществами. Например, в Англии XVIII века большинство деревьев было покрыто лишайниками – комбинацией грибов и бактерий, из-за чего стволы деревьев выглядели белыми. Вокруг этих деревьев водились мотыльки. Некоторые из них были белыми, а другие были черными. На фоне белого лишайника птицы легко замечали черных бабочек, в то время как белые бабочки довольно хорошо маскировались на стволах деревьев. В результате черная бабочка бывала съедена, а белая выживала и воспроизводилась. Это назвали дифференциальным или избирательным воспроизведением. Через несколько поколений частота появления белых бабочек в популяции увеличилась, потому что белые бабочки адаптировались к окружающей среде в тот момент времени. Спустя некоторое время, когда начала формироваться промышленная революция, загрязнение начало разрушать лишайник, а сажа от новых угольных фабрик начала окрашивать все деревья в черный цвет. Внезапно расклад изменился, и белые бабочки были съедены птицами, потому что они больше не могли прятаться, а черные, наоборот, начали пользоваться маскировкой. Какой из этого можно сделать вывод? Лучше быть птицей. Другой вывод – так работает естественный отбор. Нужно иметь в виду, что эти изменения незначительны и развиваются в течение длительного периода времени. Фактически нашу родословную как Homo sapiens можно проследить до приматов, и даже дальше до других млекопитающих, и даже до еще более простых форм жизни. Идея заключается в том, что если бабочки могут менять цвет в течение нескольких поколений из-за некоторых преимуществ для выживания, то тот же механизм может объяснить, как мы развивались и воспользовались такими особенностями, как прямохождение, использование противопоставленного большого пальца и, самое важное, способность работать с другими людьми, или другими словами, создавать сообщество. Естественный отбор опосредуется природной средой. Также существует искусственный отбор, при котором люди разводят вид на основе выделения определенного признака. Возьмем, к примеру, собак. Все виды собак произошли от общего предка волка. Но с годами некоторых разводили из-за того, что у них были особые характеристики шерсти, как у пуделей, в то время как других разводили, чтобы защищать пространство или выглядеть устрашающе, например, как доберман. Резюмируем. Эволюция – это процесс, при котором популяции со временем меняются, чтобы стать более приспособленными к окружающей среде. Естественный отбор – это главный механизм эволюции. Он заключается в избирательном выживании и воспроизводстве организмов с эволюционными преимуществами. Затем эти организмы могут передавать свои черты потомству. Иногда в популяции накапливается так много изменений, что она превращается в совершенно новый вид. Таким образом, всё разнообразие живых существ в мире, биоразнообразие, произошло от одного какого-то общего предка.